В Ненецком округе подвели итоги всероссийского конкурса сочинений. Работы 32 обучающихся вышли победителями на региональном этапе. Участникам вручили грамоты и ценные призы. Наталья Кислякова расскажет обо всем подробнее. Лидия Маслова учится в 8 классе. Раньше школьница писала собственные стихи. Чуть позже ее увлекли сочинения. На конкурс Лидия отправила творческую работу в формате интервью, где рассказала о проблемах экологии. В основном смысл моего сочинения было донести до людей, насколько нужно бережно хранить природу. Писала я о путешественнике, которого я сама создала, который путешествовал по миру и рассказывал людям про свои путешествия. В пример я брала страну, в которой полностью исчез весь мусор. Это Швеция. И я хотела донести до людей, чтобы люди стремились и берегли природу. Ярослава Бахченко тоже привлекла проблемы экологии. Школьница написала сочинения в формате сказки. Девушка признается, приучать к бережному отношению с окружающей средой надо с детства. Я писала сочинения примерно 4-5 уроков. Это до часу, до полчаса. Я выбрала экологию, потому что сейчас экология очень важна для России и для всех остальных стран. Во всероссийском конкурсе сочинений принимали участие 160 обучающихся образовательных учреждений. Каждому участнику на выбор были даны темы. Ребята писали о роли языка в жизни каждого человека, об экологической обстановке, о детстве и многом другом. Мы надеемся, что среди участников конкурса в будущем появятся авторы. Действительно их заинтересуют и они будут публиковаться. Но как минимум мы рассчитываем, что каждый второй станет блогером в сети. Поэтому очень хорошее начинание. И начинание хорошее в том масштабе, что действительно язык – это общение, это передача опыта. И грамотное владение языком – это очень значимо не только в масштабах школьного образования, но и в масштабах государственной политики. В региональном этапе конкурса сочинений выявили несколько победителей в различных возрастных категориях. 32 участника наградили почетными грамотами и ценными призами. В этом году особенно хочется отметить активность обучающихся. И также у нас приняли участие различные образовательные организации. Это и городские школы, и сельские населенные пункты, и с поселка Красное, села Омы. И также мы отмечаем, что у нас есть ребята, которые каждый год практически участвуют в этом конкурсе и побеждают. И нам тоже очень отрадно наблюдать за ними, смотреть, насколько ребенок развивается, чего он достиг уже в этом году. Добавлю, всероссийский конкурс сочинений учрежден Министерством просвещения Российской Федерации. Организатором мероприятия является Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Наталья Кислякова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». На плаву.